здравствуйте меня зовут валерий помельников я живу в аршанском районе и сегодня я хотел с вами поговорить о саженцах о том как выбрать подходящий саженец и как его посадить значит саженцы выглядят ну примерно вот так саженцы надо смотреть чтобы они были вызревшие вот здесь вызревший примерно на 45 почек вот вызревшие здесь тоже на 3 почки здесь на 45 и здесь на 5 почек хотя сорта видите разные значит по названиям во первых значит для начала я вам рекомендую сорта которые называются универсальные то есть они подходят и для вина и для еды они очень сладкие вот допустим шасла гайлюнаса это литовский сорт вот он период вегетации у него где-то 110 115 дней вот он морозостойкий то есть его можно без укрытия содержать он выдерживает температуру минус 27 градусов то есть для нашей местности вполне подходящий то есть его можно даже легкое укрытие сделал и все я практически укрываю все сорта и укрывные не укрывные тогда они лучше плодоносит значит вот сорт агат донской то же самое это старый русский сорт который вас никогда не оставит без урожая вот у него единственный недостаток у него меньше сахаристость чем у остальных сортов в районе 15 16 процентов сахаристость но зато у него кислотность маленькая и то есть вы воспринимаете его сладким и вкусным с него можно делать что угодно можно на вино его пускать можно из него варенье солить вот мочить практически все сделать и на сушку годится даже вот это кишмиш мираж это мелкоплодный но он без косточек вот то есть дети его любят почему-то все стремятся чтобы не было косточек винограде хотя в косточках все самое ценное винограде собирается в косточках их надо обязательно есть обязательно просто глотать и все не замечавший и вы будете в два раза здоровее всем съедая просто это ампилография это советует чтобы выплевывали косточки и кожицу вот а я вам говорю что это для здоровья полезнее есть с косточками вот этот вот сорт называется потомок резомата это толь новейший сорт вот он 100 дней вегетации вот он очень крупноплодный где-то в районе 18 20 граммов ягоды вот он довольно таки морозостойки минус 24 минус 25 вот и вашим в наших условиях он прекрасно растет и плодоносит ну сорта следует выбирать пришедшим магазин смотреть как вызрела древесина вот допустим древесина ближе подходите я покажу вот древесина и почки вы вылезли уже вот они они почечки значит надо смотреть чтобы во первых древесина была вызревшая пробуйте на ощупь ага она сухая вот и вам необходимо чтобы было вызревшие не менее двух почек больше можно их все равно вы обрежете весной вот так вот вы обрежете все оставите только две почки и сумму на саженцы так что практически смотреть чтобы вызревшие было на две почки вот и смотреть вот эти вот почечки они должны быть темные черные вот если они вызревшие то у вас он на следующий год пойдет значит то же самое видите раз два три четыре но они все уже вызрели почки то есть это у вас сохранится вы весной обрежете на две почечки вот это вот каждую сторону на 2 можете на 3 обрезать потом одну от ковырнете ну принесли домой значит если вы купили осенью у вас есть два пути значит первый путь вы его готовите яму и высаживаете потом на зиму когда начнут начнутся заморозки первые по минус 2 там минус 3 градуса вот вы его пригибаете к земле причем пригибаете вот на эту сторону вот чтобы он не обломился вот такого пригибаете делаете крючок из проволоки вот так вот его к земле вот и укрываете укрыть можно соломой можно укрыть травой сухой но которая не гниет я имею ввиду такого типа как папоротник там вот но уж мы не гниющие сорта и он очень хорошо сохраняется за зиму сверху можно кинуть пленку причем ее не прикапывать а просто положила кирпичами придавил и все вот в наших условиях ну я занимаюсь 14 лет еще ни разу у меня ничего не подмерзла ни разу не вымерзала ни один сорт несмотря на то что у меня их 150 и есть сорта разный разные значит советую универсальные сорта обратить внимание в первую очередь покупать а потом можно несколько купить такие вот как потом акризомата кроме этого там да еще много сортов вот особенно вот ценится августин хороший сорт супер экстра самый замечательный и из наших сортов вот этот вот сорт вот он возле хаты находится и всего два с половиной метра занимает пространство он мне ежегодно дает 30 килограммов ягод причем грозди где-то около килограмма вот я вот допускаю 30 гроздей их они дают уж ему урожайность у него хорошие его можно было бы и больше на одном побеге вырастает до 4 гроздей но я их все обрываю оставляю по одной только а второй путь найти бутыль на 5 литров посадить его в бутыль и поставить если есть в погреб вот а если у вас нет погреба то можно поставить к соседу место много не займет вот и он сохранится у вас до марта месяца но в марте месяца его надо обязательно достать вот и поставить в квартиру на подоконник или еще куда где тепло он у вас ко времени высадки к маю месяца он у вас вырастет где-то полтора метра будет такой большой это будет забег считайте больше чем на полгода забег такой если вы его посадите в землю он также прекрасно будет расти вот он не пропадет ничего но он проснется только в мае месяце то есть в мае только первые почечки а у вас к этому времени уже полтора метра будет представляете вот это вот разница и того и другого пути люди разные есть они одни сажают так как привыкли осенью а другие хит с китринкой они сохраняют в погребе если дождаться весны их покупать вот то они и начнут весной только развиваться почки появится в мае месяце ну на сегодня наши обозрения кончились вот до новых встреч